Я очень рада вас видеть у нас в Сиерре, вижу, что здесь очень много из наших клиентов и гостей. Как вы знаете, вот это место, вот Сиерра Ташевати, у нас есть такие, можно сказать, комплексы, комнаты именно для вас, чтобы у вас такие мероприятия были. Мы лидируем за аренду, я сам честно очень хочу развивать культуру, развивать интеллектуальную культуру, как бы Григори сделал у нас. И очень рад, что такое мероприятие сегодня, Требл, Хакатон, правильно произносится, айдеэйшен, да? Да, порой здесь. Спасибо большое, что вы здесь. И я не младенствую, на самом деле, вот наши старой участники, спикеры и Анатолий. Спасибо. Итак, добрый вечер всем. Мы начинаем нашу вторую сессию, которая называется айдеэйшен сэшен. То есть слово айдеэйшен это развитие каких-то идей, генерации, просто слушать идеи. Да, это мероприятие проходит в рамках такого большого мероприятия, и мы надеемся, что оно прояснит очень многие моменты вам, именно подготовит вас к глобальным каким-то проектам или идеям в сфере туризма и путешествий. И сегодня, по большей части, мы продолжаем прошлую сессию, когда у нас были гости из Ката, из комьюнити Пейс Туризм, да, ТУК, и другие гости тоже. И у нас сегодня новые люди, очень профессиональные люди, которые расскажут вам о своем видении текущего положения в сфере туризма и путешествий, о каких-либо проблемах, которые они видят, то есть, на самом деле, актуальных проблемах и достаточно конкретных, специфичных проблемах. И плюс, конечно же, они поделятся с вами своим видением того, как технологии, как какие-то технические решения могут повлиять на эти проблемы и решить их. Just a general introduction, so please, no need to listen to me. И я вам представлю нашего первого спикера, его зовут Фабиан Селлс. Этот человек, который уже больше двух лет покоряет Кыргызстан, он разрабатывает туры, на самом деле, для иностранцев, которые приезжают в нашу страну, и он раньше работал в сфере логистики, то есть, у него есть очень хороший опыт в логистике, соответственно, ну, с этой точки зрения он может раскрыть как раз много проблем этой сферы. И он является специалистом Nomads Land. Следующий спикер это Али Джонсон. Это человек, который работал как раз волонтером Туристического Союза Кыргызстана. Более того, это человек, который непосредственно развивал нашу туристическую сферу, и помимо своих компаний, у него есть множество своих решений для туризма. У него есть интересный слоган, который звучит как «Тулганджерин тупурады, алты, сусумбирю». Ну, что значит, на самом деле он как раз подходит к Кыргызстану. Следующий спикер это Азамат Джамакулов. Азамат является директором департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана. Также Азамат занимает должность руководителя секретариата по подготовке и проведению всемирных игрокачевников. То есть, с этой точки зрения Азамат может очень много рассказать вам интересного о проведении игрокачевников и о том, вообще, как это повлияло на обстановку. И еще один спикер у нас есть, это Мидер Теликмат. Мидер председатель Ассоциации курортов Кыргызстана. И он поделится с вами своим бесценным опытом как раз в сфере гостеприимства, в сфере путешествий и туризма. Вот, давайте поприветствуем. И, то есть, у нас сессия будет проходить на русском и на английском, поэтому, ну, кто-то будет на английском говорить, кто-то будет на русском говорить, и я буду переводить, потом суммировать и переводить. Итак, у нас на самом деле есть первый вопрос. Пожалуйста, расскажите нам о чем-то конкретном, что вы видите в нашей сфере туризма и путешествий, чем бы вы хотели поделиться. То есть, что такого есть, вообще, какая общая ситуация у нас в этой сфере. Итак, что такое статус-куо в туризмской сфере, туризм-травлинской сфере, и что вы видите, что вы видите, что вы видите, что вы видите в этой сфере, от вашего точки зрения. Азамат, наверное, главный человек в Кыргызстане, да, при туризме? Здравствуйте всем, друзья, молодёжь. Я очень рад сегодня находиться здесь, когда-то здесь уступает в логалу провести такой хакатол. У меня были такие свежие идеи IT-решения в области туризма. Куризм в последнее время очень хорошо развивается в нашей стране. Такой динамичный, очень молодой сектор, который требует некого новшества, неких новых идей. Куризм в мире очень хорошо развивается в последние 50 лет. Буквально 50 лет назад в мире было около 250 тысяч туристов. На сегодняшний день мы имеем миллиард двести миллионов человек. Миллиард двести миллионов человек. Представьте, за 50 лет, насколько увеличилась количество туристов в мире. Сектор туризма занимает последние премии по развитию экономических направлений на третьем месте. И огромную долю ВВП, валу внутреннего продукта мира, уже заняло фига туризма. И очень большой вопрос стоит здесь. Какое место будет занимать за этих миллиард двести человек, десять миллионов человек, Кыргызстан, и сколько Кыргызстана вообще туристов нужно? И как их привлечь к этому отношению к нам в страну? Не говорить про свое выступление или просто увидеть? Что-то очень конкретное, чтобы вы отметили именно в сфере туризма путешествий в Кыргызстане. У нас немножко ограниченное время появилось к Кыргызстане. Кыргызстан в последнее время набирает очень хороший оборот. В этом отношении развиваются разные виды туризма, появляются новые гостиничные дома, появляются разные услуги и сервис. И нам бы хотелось бы сегодня с вами обсудить, как дальше быть, как дальше в этом отношении, как технологии, как IT может помочь в решении проблем, такой существует в будущем секторе. Я еще на своем выступлении буду говорить о проблемах. Если о значимости говорим, то примерно это. Всем здравствуйте. Я первый раз в таком мероприятии. Интересно что-то. Ну, честно говоря, я согласен Азамову Копарычу. Здесь, вы знаете, во сути говорят, что говорить об эксклюзивности. Про туризм в Кыргызстанах здесь мы должны брать именно, знаете, чем вы? Многие все жалуются, допустим, на то же самое наше гостепринство, да, говорят, что Кыргызстан отстает, там пальцы, звезды и все остальное. Здесь вот вы, скажем так, новая кровь, как Азамов правильно сказал, как новое поколение, новое дыхание для туризма. Мы хотим, как-то, сделать свои какие-то стандарты, свойственные оптимизации именно по Кыргызстану. Почему? Это было предложение именно ассоциации против Кыргызстана. Сейчас при поддержке депутатов в Кыргызстанском комитете. Нам нужна эксклюзивность в Кыргызстане. Только этим мы, скажем, можем выйдеться вперед. Благодаря такими большими мероприятиями в Кыргызстане, все-таки громкое большое мероприятие. Неизначимость у нас именно, это уникальная служба природы. Не забывайте, это первое. И второе, это экологически чистый продукт. Самое главное, это наше движение просто. В этом никогда не будет забывать, он так подчеркивает и бороться. И у нас экология, чтобы она всегда была именно такой, девственной или тронутой, и в то же время она развивалась. Спасибо большое. Your point of view. So, hello everybody. I will do it in English. It would be easier for me, actually. So, I can agree with Gaspardina Zavak. So, let's talk about the fact that tourism is something really growing all over the world. That's a fact. Then the thing is that how to control properly the development of tourism. Because, okay, tourism is developing. In Gaspardina, we expected a huge touristic room. It's nice, it's beautiful. But then it has to be controlled properly. In order to make sure that it will benefit to the demand, to the population, to the society in general. And that it will fit the tourist's needs. Because, for example, I heard in some places in the country, I would say, yeah, I want to create a tourism company. I will do this, 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 this. Then, does it really fit the needs? Does it really fit what the client wants, what the tourist wants? And this is something that the people have to understand. To understand what the tourist wants. Another point, which is linked to that, a concrete example. How to control tourism. Maybe, have you heard, in the last weeks, that all the foreigners have to go for registration, etc, etc. Basically, this, basically this, 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 this registration issue is not a real issue. It's true that the country has to control who comes in the country and who is coming out as well. But then, how to do it properly. Maybe, how it was, how it was done the first time was maybe not the best way. Then, other ways are possible. So, what is important, what I want to say, in saying all of this, is that it has to be controlled, it has to be done properly, and it has to meet the tourist needs. Sometimes, the tourists that come in the Kyrgyzstan, they face some difficulties, and it has to be understood as well. It has to be understood as well. It has also to get along with the customs of Kyrgyzstan, of the Kyrgyz culture and society. So, it has to be a balance of everything. So, what do you want to say? Fabian, if in kratze, Fabian говорил о том, что туризм в первую очередь, конечно же, стране надо контролировать. То есть нужно понимать, что да, туризм он развивается, то есть много туристов приезжает в страну, но это должно быть все управляемым. Плюс второе, это то, что надо стране понимать, что хочет рядовой турист от этой страны. То есть, какие у него желания, и, соответственно, всегда нужно адаптироваться под желания туриста. И, соответственно, если это понимание взрастить, если его культивировать, то можно добиться очень плохих результатов. Что это urобраться по сетям в каждом году? Ну да, я принял себе область. Что это от меня, я ужеirtясь с обráсью. И что если я видел, то что я замечаю, что Кыргызстан, это уже много новых вещей. В двух модерах холохов и турками. Мы просто уже видели «World No-Matic», мы-н-н-н-н-н-н-н-н-о, а много кино смартинных TVs. Нет? Вот это у нас лучшая момент. а It's from Arsambhal. He's a coordinator for the CBT in Arsambhal. And his words are slow tourism. And this is also getting back to what Gavin was saying and what we were saying before is just, you know, something environmentally friendly. Something that is slowly done, but in a proper way. So if you have next year five times as many tourists as the year before, Это будет довольно тяжело в Кыргызстане, и мы действительно хотим focus on providing a good service to all of us, которые работают в туризме. Это очень важно. Спасибо за субтитры, и я очень надеюсь, что мы получаем много времени. Опять же, суммируя, Олег убежден, что сейчас это тот самый момент, когда нужно делать все усилия, предлагать все усилия, чтобы развивать туризм, потому что сейчас у нас есть. У нас есть очень много новых дорог, у нас постоянно развиваются какие-то гэсхаусы, то есть вестевые дома, и, конечно же, может быть что-то из этого и вызывает какие-то сомнения, или люди там жалуются, но это все-таки тот момент, когда нам стоит не смотреть на эти сомнения, на жалобы, и просто дальше развивать, развивать, развивать. При этом, конечно же, Олег согласен с Ватерином с тем, что да, его нужно контролировать. То есть если к нам, например, в этом году приезжает миллион туристов, а в следующем пять миллионов, то, возможно, у нас возникнут небольшие проблемки, в плане того, что, возможно, эти пять миллионов вообще убьют нашу экологичность, например, озеро и так далее. То есть здесь задача, скорее всего, сейчас стоит, как не только развить туризм, но и как его контролировать рисковый поток. И, соответственно, сейчас вот как раз на этой ноте мы можем перейти к конкретным проблемам, которые вы видите. То есть я хочу акцентировать на этом внимание. Мы сейчас хотим услышать, наверное, от вас больше конкретные проблемы, которые вы видите наиболее вот такими, ну, душещипательными, можно сказать. То есть проблемы, которые действительно стоит решать именно с вашей точки зрения. Потому что каждый из нас знает в общем проблемы, но в том числе и очень что-то специфичное чисто для вас. Now we are going to pass to the next question. So what are the particular problems that you see tourism and traveling industry face in Greece? So the more particular it would be, the better. Так, это было страшно. Теперь вот как раз ваше личное. Спасибо. Я бы сегодня хотел с вами переговорить по проблемам туризма. Но я не буду говорить, как мы это будем решать. Потому что вот эти люди, которые будут разрабатывать такие решения, поэтому я буду говорить те проблемы, которые существуют на сегодняшний день в туристическом секторе нашей страны в целом. Давайте представим цепочку. Как вообще происходит туризм? Какой-то зарубежный туризм. Европейец. Ребята. Ребята. Я дома. Да? Планируют куда-то поехать. В какую-то страну. Есть очень много разных категорий людей, которые получают разные, разных ресурсов информацию. Вот это получают через телевизм. Вот это получают через интернет. Вот это получают через газеты. Вот это получают через журнал. Задача страны, задача органов, которые занимаются туризмом, достичь до этого человека через эти ресурсы. То есть, как мы будем до них достигать? На сегодняшний день это большая проблема. В Европе, в Индии, в Пакистане, в Корее, Японии немного знают о Кыргызстане. Говорите Кыргызстан, даже если вы там скажете Кыргызстан, мы все понимаем, что какой стан, какие последствия идут после стана. Пример, о чем говорят кулисты других стран. Первым делом это, конечно, проект нашей страны. То есть, Кыргызстан в мире нет определенного позиционирования, как мы можем позиционировать. А в Кыргызстане нет таких хороших фактов, что нужно было у вас о стране, что нужно было сказать. Когда говорят Франция, мы говорим Париж, мы говорим парфюм, мы говорим шоколад и так далее. Когда говорят Свейцария, мы понимаем банки, там это, тисы и так далее. Кыргызстан, что такое Кыргызстан? Нету представления о мире о Кыргызстане. Сейчас наша задача заключается в создании некого образа Кыргызстана. Что такое Кыргызстан и представить ее миру. Это называется на сегодняшний день бренд и маркетинг. Это большая проблема на сегодняшний день. Государство, которое имеет не очень много ресурсов или не очень много денег, не всегда получается эффективно это делать. Возможно это отсутствие кадров, возможно отсутствие специалистов, возможно отсутствие денег. Но пока что у нас это не очень хорошо получается. Очень хорошо получилось и что у нас, Игорь Качельников? Для того, чтобы продвинуть туризм какой-то страны, государство между собой борется, между собой воюет на то, чтобы провести Олимпийские игры, на то, чтобы провести чемпионаты мира по футболу, на то, чтобы провести большие музыкальные концерты, большие музыкальные ивенты у себя в стране. Почему? Потому что через это мероприятие, через это событие они показывают страну. Они показывают туризм своей страны, они показывают историю своей страны, они показывают культуру своей страны. Но перед Играми Качельников мы задавались, когда Кыргызстан может провести Олимпийские игры. Ну понятно, да? Где-то 2050 и дальше. Когда может Кыргызстан провести Семьерные игры Качельников? То есть чемпионат мира по футболу. То же самое, где-то после 30-х. И нам необходимо было придумать некое большое событие, которое покажется миру новым, но которое у нас есть, которое нет у других. Которое там относится к нам. И это сделать из этого события, сделать большое мировое событие. Мне кажется, нам, я сто процентов не скажу, что сто процентов это удалось, но в каком-то мире нам удалось это сделать. О нас узнали, о нас заговорили, о нас начали показывать те каналы, которые обычно запрашивают за такой контент, за освещение такого контента очень большую сумму денег. Но мы не оплачивали эти суммы денег, мы показали просто ею. Мы показали события. И это событие привлекло кто-то. BBC, CNN, Altiazira, Euron News, которые показывали прямой профиланс Игорь Качельников. Это много чего стоит. Многие говорят, что Игорь Качельников можно было бы и не провести. Да, надо что-то устроить, надо дороги строить. Да, это все необходимо делать. Но не за счет Игорь Качельников, я считаю. Игорь Качельников немного взяло из бюджета. Многие деньги, которые потратили на Игорь Качельников, это спонсорские деньги. Это нормальный механизм, когда на рыночных условиях вы предоставляете определенные площадки для бизнеса, бизнес себе дает деньги на проведение какого-то мероприятия. И за счет этого мы проявили Игорь Качельников, мы сделали огромный шаг в продвижении между нашей страной. И сейчас у нас, по крайней мере, есть какое-то направление, которое мы можем назвать, что Кыргыстан – это страна кочевой цивилизации, кочевой культуры. И это продвигается по крайней мере. Хотя у нас есть одно направление, которое мы можем назвать. Одно позиционирование нашей страны, которое мы можем сказать, что страна у нас является такой страной, что мы имеем такую культуру, которую не имеют другие страны. Мы же понимаем, те, кто больше будет продвигать, те, кто больше покажет это, они и выигрывают это. Сера больше показывает себя, нежели другие кофейни, поэтому мы здесь находимся в Сереи. Если мы будем больше показывать нашу страну в этом отношении, они потянутся к нам. Это насчет событий на туризме. Потом, все-таки мы достигли этого туриста. Мы сейчас что делаем? Пишем в журналах разные статьи про Кыргыстан, Стараемся привлечь несколько журналистов, которые там находятся, привезти их сюда, чтобы они про нас написали. Приглашаем блогеров, чтобы они приехали к нам в страну и написали про нашу страну, и там показали. Постараемся набирать некую команду, которая работает в блогах этих стран и пишет с ними, рассказывая о нашей стране, о тех сельцах, которые у нас есть. Мы достигли до него. Он решил приехать в Кыргыстан. Вторым делом, это большой вопрос приезда его сюда. Европейцы, которые откуда он будет прилетать, он будет прилетать через Алматы, через Москву, через Тамбул. У нас нет прямых рейсов со многими направлениями, которые мы бы хотели иметь. Для этого мы работаем с агентством гражданской авиации, чтобы у нас в стране все-таки реализовался проект открытого неба. Чтобы к нам, да, к нам летали без проблем шумолеты других авиалиний, чтобы без никаких соглашений, без ничего, да, должны быть определенные соглашения штандартные, но не запрещающие им прилетать сюда. Если им выгодно прилетать, то они должны прилетать. В этом отношении мы работаем сейчас с авиакомпаниями над потоками и над ставкой самого авиарейса, потому что они тоже от нас зависят. Если они открыли какой-то авиарейс, например, в какую-то страну, они должны с нами согласовывать, с нами вместе работать, потому что 40, возможно, 50-60% тех пассажиров, которые будут сидеть в самолетах, будут составлять туристов. Если они с нами будут работать, мы будем говорить туроператорам, турбизнесу, о том, что открыт новый рейс, о том, что у нас в стратегии мы ставим это направление и вместе работаем с туристами, с туроператорами, объехав эти города, эти страны, работая с ними, привлекая их туристов сюда, в нашу страну. Весь стан маркетинга этот рейс может просто убит через некоторое время. Это делается со многим рейсом, который в последнее время открылась в Мерс. Потом, скажем, он прилетел через Алматы, через Стамбул и так далее, торгались нам в страну. Большой вопрос обслуживания в аэропорту Манас. Мы сейчас как-то стараемся с администрацией аэропорта Манас в этом отношении работать, нам нужно улучшать сервис аэропорта. Мы все понимаем, когда мы прилетаем в Стамбул, когда мы прилетаем в терапевтии страны, там, в принципе, проблем нет, дал паспорт, взял багаж, вышел. У нас очень много вопросов. Раньше выходило с пограничниками, да? Они задавали разные вопросы, они не улыбались, там, не приветствовали. Ну да, представляете, заставить пограничника улыбаться, это очень сложная задача. Да. И, вы же понимаете, в органах у нас работают особенные люди. Рассказывая им анекдоты, даже не сможешь сказать. Поэтому мы работали над тренингами, чтобы они не смеялись, не поборались. В этом отношении опять работа идет в битву в Уцене, в аэропорту Манас, в том, там, уже сделаны несколько линий, уже принципа о середине нет. Самый большой вопрос сейчас стоит с багажом, потому что в некоторых местах запасывают багаж, особенно, когда два-три полета сразу вылетаешь или прилетает, очень много отследей, очень много ждешь там. Я специально каждый раз ухожу через общий зал, чтобы все это осветить, через часы проверить, через сколько времени багаж выходит. И, конечно, когда выходишь, большой вопрос – это наши дорогие, уважаемые таксисты. Дорогие. Да? Ну, это, мне кажется, вопрос номер один, который обсуждается везде. Мы не знаем, как заставить таксистов, чтобы они не говорили такси и где-то сдали в одном месте. Страта двух аэропортов уже, второго поколения уже, борются с этим, но никак не могут. Может, у вас какое-то решение появится, как их таксистов поговорить, чтобы они цивилизованно это делали? А проблема вообще-то? Да? Не, нельзя, нельзя. А, друзья, я думаю, нам сейчас не стоит дискутировать по этому поводу. Поэтому у нас отсутствует, в принципе, общественный транспорт между аэропортом Манас и Бишкейком. Большие автобусы нам, в принципе, были бы удобно водить туристов в аэропорт Манас и обратно. Мы предлагали это пока что на уровне обсуждения только. Приезжаем в Бишкейк. Ой, приезжаем в Бишкейк. По крайней мере, дорога уже сделана, про дорогу ничего не буду говорить. Сделана дорога, в Бишкейк приезжаем. Очень много вопросов по нахождению гостиниц. Нет единого ресурса, ну такого, есть, да, там, мое бронирование есть, преподевайзер есть, возможно, но, возможно, у нас появится некий хороший ресурс по предоставлению услуг косинцев, например. Единый ресурс, где любой турист может найти любую информацию. Про бронирование, про цены и так далее, и так далее. Нету ресурса, которая могла бы, в принципе, по категориям дать информацию. Да, у нас нет звездности, нет хорошей системы звездности. Все ставят как хотят. Стандартизация есть, у самого законодательства есть стандарт. Но она реализуется очень плохо, потому что она реализуется под стандартом. В стандарте сидит одна девушка, женщина, девушка и женщина, которая приходит в отель, проявляет отель, один человек. Когда один человек, все-таки происходит человеческий фактор. Все, что мог быть. Даже абонент на месяц проживания в отеле доступа, у тебя пять лет. Да, в такой момент может быть. Поэтому исключить человеческий фактор мы сейчас стараемся и создаем некие коллегиальные окна между операторами, с проденствами, по памятникам туризма. Это стандарты, в которые мы все должны делать. И сами стандарты мы сейчас обратно пересматриваем. Какой должен быть пять звезд, какой должен быть четыре звезды. И к каким отелям она должна относиться. Из-за отеля, которые маленькие, вообще очень дома, которые не относятся очень к тебе. Есть курортные направления, например. Есть оздоровительные направления, они не входят туда. Поэтому у них должны быть другие стандарты. В этом отношении есть такая большая проблема. Спасибо большое. Я думаю, надо так другим. Если будут, то есть вопросы-ответы у нас будут? Не, ну две минуты только, я закончил. Я тут раньше. Давай, все, нельзя. Вы сказали бы, заранее так, как с половиной минуты. Я то не знал, что... Я то думал, ну час где-то. Раза с час, да? У нас здесь час мероприятия, да? Ты просто... Ну тогда, в общем, он заселился, потом... Нет у нас ресурсов, которые предоставляют информацию по достаточно замечательности. В разных регионах, да? В этом году запустили сайт discover.org. Казахстан discover.org на шести языках. В принципе, собрали все достаток примечательности туда. Но нету отдельности, именно чтобы Пешкек посмотреть. Мне кажется, в Пешкеке нет достаток примечательности, которые отдельно показывались. Нет областей. И нет ресурса, которые показывают большие ивенты, которые проходят в местности. Приезжаешь, хочешь в театр поехать, нет ресурса, где можно было бы театр посмотреть. Какие спектакли идут, какие концерты идут, какие события идут в Пешкеке, например. Нету таких ресурсов. Ну, хорошо, если по ивентам какой-то ресурс появился у нас. Потом... Объезжают разные регионы, разный этот. Большая проблема у нас с инфраструктурой, конечно. С инфраструктурой с туалетами. Но это не ваш вопрос, наверное, отдаю вопрос, относящийся к нам, которые мы сейчас стараемся решить. Плюс по историям, по легендам в этом отношении огромные проблемы тоже существуют. Потому что бизнес состоит из легенд. Мы все понимаем, потому что, когда мы едем, например, в Турцию, они 20-30 куда-то нас везут, показывают один камень, говорит. Ну, этот камень там... И это нормальные вещи. То есть, как мы продаем, смотря как мы продаем продукт, зависит от подхода, как мы это даем клиенту. И в этом отношении должен быть какой-то большой подход по рассказыванию, по выруду клиента каждой достопримечательности. Ну что, очень много моментов, которые я бы хотел рассказать, но если потом будете задавать больше вопросов, больше отвечу. Друзья, я хочу предупредить, что все свои вопросы по ответу у нас будут потом. То есть, когда все выслежутся, тогда уже, может быть, все. Вопросы по поверению вещам. Мне слово? Азамат молодец. Азамат, что могу добавить? Я одену паспорт и выждал. Я всегда с Азаматом. Максимум, я что могу вам добавить, уважаемые коллеги? По проблематике. Видите, Азамат больше говорит, что он, скажем так, более масштабный. Да, я могу вам более поконкретически сказать. Почему? Потому что я работаю непосредственно с объектами. В ассоциации 254 объекта. Это санатории, пансионаты, отели, горды. И получается. Вы знаете, одна самая большая проблема в чем? Действительно. Это, оказывается, как турист приезжает в аэропорт. На этом все. Проблемы начинаются. Какие? Я вам сейчас объясню. В первую очередь, я сейчас, когда звонок говорил, я пытался сопоставить IT в это направление и направление туризма. Я единственное понял одно. Действительно, нет единого ресурса. Уважаемые будущие стартайтеры, подумайте, что мы можем сделать такого, чтобы действительно это было очень мобильно. Человек, приехавший сюда, дальше, допустим, не секрет, что все вы помните Игорь Кочевниц. Мы полностью, я также являюсь членом секретарта, мы с Азаматом уже сколько лет подряд раскачиваем эту тему, и с Азаматом очень много прошли проторенные дорожки, сколько лет вместе, скажем так, в одной команде. Но суть не в этом. Я говорю про Игорь Кочевников. Мы разработали приложение, очень актуальное. Это приложение мы начали, скажем так, раскачивать, грубо выражаясь, начиная с аэропорта Монадж. То есть везде были какие-то определенные стейкеры на треки, чтобы это приложение, оно есть. То же самое можно сделать с будущим вашим, каким-то стартапом, каким-то приложением, чтобы человек, когда приехавший уже на территорию Кыргызстана, он открыл это приложение, он смотрит, ух ты, есть приложение, где можно все узнать, где можно выбрать такси. Сразу же там будет проехать курант-центр. Он знает полностью логистику, как он поедет до любого, скажем так, отеля, до любого магазина, до автовокзала. Оттуда он уже будет знать, сколько будет стоить дорога между автовокзалом и Секулян, я к примеру говорю, да? И также внутри этого всего. Если вы, это честно, это очень массивная работа, да, это действительно, это труд, наверное, который может залить год. Я вам серьезно говорю. И если вы все это продумаете, до каждой детали, вплоть до того, что действительно, где там, вот как я сказал, проблема с уборными, да, с туалетами, где вот у нас в Бомском ущелье, где есть уборные, где можно останавливаться, даже это, если продумать, полностью показать точки, показать, где отели есть, всю систему отелей систематизировать, продумать правильный маркетинговый ход, вставить туда акции, вставить, есть ли места, нету мест, работает ли он круглый год, если все это полностью систематизировать, ребята, эта система, да, и цены не будет, не только у нас, но и за рубежом. Но это действительно должна работать команда, где будет, наверное, тысяча человек, чтобы каждый взял узкую точную направленность. То есть это такой небольшой механизм для наших туристов, да, любой турист, не важно откуда. Даже вот мы с Азаматом, если в Узбекистан, честно, вот там, правильно говорит, проблема, там еще сложнее проходить паспортный контроль. Я вам расскажу пример, я вам расскажу пример, я вам расскажу пример, я вам расскажу пример. Мы выезжали с Азаматом из Узбекистана, с Ташкента, вот мы холодно летели, я написал в этой, как называется, в этом листе, да, что я не везу с собой сумму. Да, не везу на карточке. Меня завели в кабинет, заставили раздеваться. Почему? Вы, оказывается, не везете с собой деньги. Я сказал, ребят, то, что мы взяли, мы все потратили. Раздеться полностью. Ну, не везет полный. Зачем дальше? Что-то персоналий был, да, конечно. Вот, не в суть, да. Потому что там очень строго в этом, вот, конкретика. Здесь же я чуть-чуть могу, с самого плоскую, да. Пограничники — это их работа, ребята. Они отвечают за безопасность, скажем. Вы должны это понимать. Понимаете? Прежде всего. Конечно, улыбаться и гостеприимство — это тоже самый главный фактор. Но есть предложение, допустим, может быть, какую-то сделать определенную сектор для приема гостей. Таких как гест-менеджер, да, во всех ресторанах они есть. Почему бы нет? Это первый фактор. Давайте возвращаемся к нашему предложению, допустим, да. Данное предложение, что оно будет из себя представлять? Это как вот я связываю как-то эти варианты. Чтобы все в совокупности было. Вторая проблема. Ребят, давайте в себе вырабатывать патриотизм. Сколько вы знаете легенд про Иссекури? Пример. Я думаю, максимум три-четыре легенды. Правильно? Ребят, их 78, которых я знаю. Вы не поверите. Вы представляете? И гид, который едет, он рассказывает. Врать не будем. Недавно приезжали к нам люди. Мы зашли в какую-то пещеру, это было за Каракон, в ущелье сказки. В Читобусе. Наш гид, он придумал легенду. Я вам сказал. Допустим, до этого камня. Когда-то великий Батыр Манас направился до этого камня и загадывал желание. Я поверил? Я реально, допустим, что это возможно. Я, допустим, до этого камня и сказал, я загадаю желание. Вот сюда все. Он подходит в хоккей. Байки. Честь, понимаете? Как сейчас? Понимаете? Вот в чём из-за этого правильно говорят. Мы были в Китае. Где же мы были? Мы были в Харбине. В Харбине то же самое. Мы ехали 70 километров. Лесом, полем. Я не знаю, как мы ехали. Мы говорили, там, где Великое озеро. Там купался великий император. Ребят, мы приехали где-то в АЧК. Там маленький пруд, но там такой пиар. Как будто я сюда еду, и там какое-то святое место. И там народу действительно миллион. К чему я это говорю? Потому что, допустим, понимание именно самой истории. Самого туризма. Если вы всё это скажете в одной воедино, честно, это будет так круто для всех. Это первый факт. Второй факт. Сейчас основная проблема – инфраструктура наша. Правильно? Все говорят, вот у нас там дороги плохие – это плохие. Сейчас, допустим, строят дороги. Это классно, это супер. Во-вторых, я много раз проезжал пансионат Ленин. Вот серьёзно. Вот это реальная проблема. Я просто не вижу, не вижу. Вот, допустим, есть поворот на картрис, есть поворот на море, допустим. Я просто мимо проезжаю. Вот у меня недавно проводили собрание по играм кочевников в пансионате Казахстан. Я раз десять попал в проекте. Я не видел картрис, вывески. Но есть одно хорошее предложение. Сейчас, кстати, вот Ассоциал спорта профессионал делает хороший стартап. Мы, посредством IT-технологий, хотим запустить очень интересные аншлаги. То есть, такие вывески, да, по всему побережью единого стиля. Чтобы это всё работало именно со своими штуками. Но это уже, а здесь специалисты должны понимать. Где вывески, где это всё. То есть, это логистика, да, маршрутизация туриста, чтобы он понимал, куда нужно пойти. Этот факт у нас не работает. Второй, теперь самый больной. Все мы видели, да, на Бомбере, сколько продают АПП? Ой, два, два. Сколько будут АПП? Все вы помните? Вагоны, вёдра там, наверное, машины стоят. А вы знаете, что АПП является источником именно фильтрации нашего возника? Вы знаете, что именно её корни и чисел нашего возника? Вот вы знаете, имейте ввиду, что именно АПП отвечает за чиселку нашего возника. Тоже в том числе. И ребята не просто её срывают, ребята её рубят. Понимаете? Это тоже немаловажный факт. Ну, я не рекламирую АПП в этом случае. Как сведения вам говорят. Первая задача – это экология. Уважаемые наши ребята, коллеги. Самая главная экология. Почему? Потому что озеро потихоньку, потихоньку ровно идеет. То есть оно становится ниже, 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 ниже. Потому что потихоньку оно высыхает. Там буквально несколько лет назад уже где-то на 2 метра оно снизилось. О чём это говорит? О том, что часто идут экологические катаклизмы, какие-то вот такие моменты. Мы сейчас должны подумать об этом. Мы должны сохранить именно это. Каким образом? Давайте подумаем, как мы можем вот это всё IT-тему полностью внедрить вот в эту систему. Второй, самый больной вопрос. Я говорю точно. Это очистные сооружения. У каждого пациента из санатория это больная тема. Очистные сооружения, вы знаете, что такое? Знаете, когда вся канализация входит в одну систему. У 90% отелей с этим всегда проблемы. Почему? Потому что идёт... В общем, проще говоря, объясняю для тех, кто не знает, да? Вот эта вся вода, которые... Все вот эти опросы, которые есть, они собираются в один специальный контейнерат, куда запускаются определённые бактерии. Бактерии они всё это перерабатывают, и вода становится чистой. Эту воду опять запускают вторично. Это всегда так и было. Ну, на то это и в процессе. Но есть такая система, что у нас не хватает такой штуки, и мы до сих пор механически это всё делаем. Мы подходим к качественным сооружениям, смотрим, напомним, напомним. Понимаете? Сейчас уникальность, допустим, тех же самых зарубежных отелей, она классная. У них есть специальные компьютеры. Когда есть пик, они покажут, идёт аварийная ситуация. Идёт выброс. Это супер. Пока здесь у нас не будет больших инвесторов, мы этого не поставим. Мы так и будем ходить, холодцы открывать, всё время. Понимаете? Вот это тоже немаловальный факт. Допустим, как-то продумать эту систему. Это тоже связано с этими же самыми IT-тихнологиями. И в завершение уже смотрю, там, мадратом поправился, чтобы где-то... И в завершении ответ вопрос я вам позже скажу. Немаловальный факт, самый главный, уважаемые ребята, это самое главное, правильно я сказал, это реклама. Реклама, допустим, каких-то, не знаю, приложений, идей, не знаю, роликов тех же самых, да, придумать там истории и это всё, чтобы это мы внедряли туда, в завершение, чтобы больше было пиара, прендинга, гадыстанта. Потому что вот, был первый шаг игр скачанием? Был первый там старт, это был в тысячи... Так, в четырнадцатом году мы первый игр сделали, во втором году вот второй игр скачанием был. Резонанс очень сильный, да, и контрастный. В шестнадцатый год взорвал полностью. Все средства информации, как и так далее. Что вам мешает сделать тоже такие же мероприятия? Ничего. Просто немножко фантазии, с каком-то самоку-темоку. Ребят, не терзайте, на самом деле. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. Спасибо. . Туристы очень хотят доверять тем людям, которым они едут. офис на фиксированные цены. Это одно из тех вещей, на которых можно построить это доверие. При этом Алекс, конечно же, рассказал, что есть как минимум три типа туристов из его опыта. Первый – это люди бюджетные, у которых каждая копеечка на счету, и они хотят вытащить по максимуму из вас за свои деньги. Второй тип туристов – это туристы, которые пользуются услугами туроператоров, туркомпаний. Это тургруппы такие. И третий тип туристов – это бит-туристы. То есть, которые вертолет арендуют, покататься на лошадях, на пике Ленина. То есть, это очень дорогостоящее удовольствие. И, соответственно, вам также нужно понять, что, допустим, те вещи, те продукты, которые вы будете разрабатывать, будут развивать связь между нами, да, кыргызстанцами, и теми людьми, каждой из группы, которые могут что-то сделать. То есть, которые могут сюда приехать и купить что-то у нас. Соответственно, это разные вещи. И, конечно же, стоит отметить, что другая проблема, которая есть в Кыргызстане – это то, что у нас не то, чтобы нет связи между туристами и нами, как теми людьми, которые предлагают услуги, но у нас даже нет связи между нами самими. То есть, если есть люди в Караколе, которые что-то делают, они чаще всего не знают о людях в Кочкорке, да, или людях в Бишкейке, которые могут им послать клиентов, да, или, предположим, выручить какой-то ситуации. То есть, это как раз-таки наша задача – развивать вот эти связи или способы, как эти связи организовать так, чтобы туристы, во-первых, больше доверяли нам. И на этом доверии основывается очень большое развитие туризма, потому что доверие – это прежде всего, да. И, соответственно, даже безопасность, даже вопросы экологии или ценовой политики, допустим, тех же самых гостевых домов, будут решаться гораздо быстрее и лучше, если у вас будет, если у всех у нас и у туристов будет какой-то вот ресурс для обеспечения максимально возможной быстрой связи. А, и последний пункт – это продукты. То есть, Алекс упомянул о том, что, да, есть, вот, например, мы продаем абрикосы, но мы все продаем абрикосы, и нужна какая-то уникальность. Предположим, почему бы не показывать, например, когда, допустим, мы празднуем что-то, да, той, то есть той довольно-таки уникальные события бывают очень часто, соответственно, туристам было бы интересно на это посмотреть. Ну, конечно, в пределах разумного, но все же, то есть есть вещи, которые уникальны для нас, для нашей страны или для нашей культуры обычай, и мы можем их показывать, и за это люди будут готовы платить. Потому что, ну, абрикосы есть везде, с ними нужно сделать что уникальное, чтобы они продавались. То есть обычно у нас просто вот абрикосы, и люди не знают вообще, что с ними делать даже, да. Вот. Если у вас будут какие-то, опять же, инструменты или способы, как людей донести или с людьми поработать вместе, чтобы создавались уникальные продукты, это, конечно, бы решило очень много проблем на рынке. Потому что у нас сейчас спрос и предложение немножко не сбалансировало. Да, и я думаю, теперь уже стоит перейти к сессии «Вопросы и ответы», потому что, ну, способы того, как решить эти проблемы уже были озвучены по большей части, да. И теперь от вас мы ждем вопросов к спикерам. Я думаю, это, да. У нас есть примерно 15-20 минут, чтобы задать всем вопросы. Пожалуйста, начинайте. Так что у нас сейчас есть вопрос о сессии «Вопросы и ответы», да? Да, потом. У меня был вопрос о том, что вообще в целом ко всем. Тебе говорили о приложении, которое будет, знаете, разносторонним, и будет база данных. А откуда, как бы, создатели приложения, они будут заниматься тем, что они будут переводить данные в электронный формат по ссылке? Есть ли такой источник данных в Афганистане? То есть, который можно было просто сделать, как бы, электронную версию этого, и, как бы, со временем научать и развивать? То есть, откуда брать информацию? Вот этот вопрос у нас задавались очень много месяцев назад. Таких хороших источников по туризму нет, по достопримечательству тоже нет. Нам приходит, когда мы создавали «Скаверопрестант.корп», нам приходилось по регионам их собирать. Прямо не ездить, а представители, которые там находятся, с них собирать информацию, по операторам собирать. Есть разные сайты, которые, в принципе, несколько информации предоставляют. В этом отношении смогли собрать то, что собрали сейчас. Вы там можете найти какую-то информацию, но остальную информацию про историю, про культуру уже не нужны. Если вы хотите найти информацию о Кыргызстане, то это очень полезно говорить к ГИЗ, к ГАВИКОС, к ГАВИКОС, к ГАВИКОС, к ГАВИКОС, к ГАВИКОС, к ГАВИКОС. Они имеют много информации, которые вы можете использовать. Они имеют видео, они имеют фотографии, которые кто-то может использоваться. Просто вы должны сделать это для них и рассказать о том, что вы делаете. В общем, хороший способ найти эту информацию, это обратиться к международным организациям, таких как ГИЗ.